Проверили состояние спортивных площадок и организацию зимнего досуга для населения. Ненецкие активисты Общероссийского народного фронта инициировали серию акций в рамках мониторинга «Снежный фронт». Общественники выезжают в рейды и оценивают состояние детских придомовых и игровых площадок, заливку и устройство катков. Вместе с активистами в рейд отправилась и наша съемочная группа. Свой рейд активисты начали с игровой площадки, расположенной во дворе дома номер 19 по улице Ленина. Вход на площадку заметен снегом, как, впрочем, и сама игровая зона. На карусели и лавочках лежат огромные снежные шапки. Все это говорит о том, что нога человека, а точнее дворника, не ступала сюда очень давно. Не все управляющие компании подходят к этому серьезно. Они считают, что в морозы можно их не чистить, потому что дети не гуляют. Но на самом деле есть как и хорошие компании, так и есть и недобросовестные, назовем их так. Поэтому наше внимание, вот этой всероссийской акции «Снежный фронт», вот как раз поднять эту проблему, рассказать, как она у нас происходит. В такую погоду, как сегодня, конечно, гулять совсем не хочется. Но это нам, взрослым. А дети радуются любой возможности выскочить на улицу, чтобы, например, погонять шайбу. Подтверждение тому вот эти мальчишки. Несмотря на отмену занятий в школах, ребята вышли на лед. Кстати, уборкой снега на этом катке занимается сотрудник спортивной школы Семен Безумов. Ну, в общем, каждый день приходится, немного хоть подчищать, чтобы шайбу гонить. А так, да, каждый день хожу сюда. То есть при любой погоде? Да, при любой погоде. А убираете каким образом? Вручной лопатой? Есть щит, бегаю там с бортов, от бортов с самой машиной. Но иногда очень много наметет снега, да, и машиной. Именно благодаря труду Семена Василийсковича ребятишки ближайших домов не сидят дома перед телевизором, не играют в компьютерные игры, а проводят время активно использовать для здоровья. Именно такую цель и ставят перед собой активисты Общероссийского народного фронта – отвлечь школьников от чрезмерного увлечения компьютерами и приобщить их к занятиям физкультурой. Чудо, что у нас есть в городе такие площадки, которые в первую очередь бесплатные, возможно, функционируют для всех желающих. При этом они и чистятся. Даже сейчас школу отменили, дети уже в первую очередь побежали сюда играть. Детям, видимо, нравится. Следующий объект, который проинспектировали представители ОНФ – площадка во дворе домов по улице Строительной. По прибытию на место мы увидели целую бригаду рабочих чистого города. Это самая большая из 45 подведомственных игровых зон муниципального предприятия. Вот сами видите прекрасный час. Несмотря на погоду, люди работают у нас. Площадки убираются согласно графику. На замечания мы реагируем. Если такие поступают вовремя, стараемся их исправлять. По словам руководителя рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ Виктора Синявина, качество уборки снега на детских придомовых и игровых площадках играет немаловажную роль в организации досуга детей и формировании здорового образа жизни. Хотелось бы обратить внимание управляющей компании, чтобы обслуживали, чистили свои площадки. И жители, если есть какие-то замечания у жителей, мы готовы по ним работать. Пусть обращается в общероссийский народный фронт. Всем будем помогать. В целом, результатом сегодняшнего рейда активисты ОНФ остались довольны. По тем объектам, которые не прошли проверку снежного фронта, в управляющие компании будут направлены замечания.